Сейчас, подожди. А я спрашиваю, кто поет, басков или клоунет? Морчук, как человек воспитанный, пришел без гитары, и напрасно Аля говорит, понимаете, но с другой стороны, я сейчас, Леша, я тебе это процитирую, потому что вот про Алю много, много разных, ну, четверостиши, эпиграмм было, даже Светлов писал про нее, значит, все, но самое лучшее все равно написано Лешей Морчуком. Она звучала так, это после наших сибирских поездок, Леша написал следующее. Пахнут хвоей и травой, песни пахмутовой, нет сердец перед тобой нераспахнутых. И я вспоминаю еще одно однажды, в дни нашей юности, Леша Морчук, который, ну, который не только книги по своей профессии, у него прекрасная повесть, приснился мне город, который печатался в юности, который изданно, вообще все, он замечательно писал стихи, но когда Леша рассказывал, что когда в своей юности он отправил стихи в журнал «Юность», и он оттуда получил отрицательный ответ о своих стихах, и подпись была «Л. Рымарчук». Он решил, что это перц судьбы, и после этого стихи писать перестал, как он сказал. И вообще, опять. Да, Николай Николаевич, я извиняюсь, что осмеливаюсь при вас читать стихи, это нехорошо. Но тем не менее, за 40 лет нашего знакомства, я осмелюсь сказать, дружбы, накопилось столько чувств, что прозы их выразить нельзя. Стихи не поддаются рынку, они замешаны в бетон, в металл и в женскую слезинку, высоковольтный электрон и залифмованный в реактор подлодки северных широт, в прохожего, что без оглядки за ними в молодость пойдет, и в хоккеистов кровь из носа, и в настоящих мужиков, в труде не знающих из носа, их стих не Лёня Голубков. В них свет гагаринской улыбки и вальса русского полет, они не поддаются рынку, инфляция их не берет. Пускай работают заводы по выпуску дешевых звезд. Стихи с обманутым народом, который далеко не прост. Стихи в работе, в деле правом, и высоки, и глубоки. Живите вечно, с добрым нравом, с трудом, единые стихи. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аплодисменты